Приветствую вас. Я думаю, что вы большая молодец, что обратились за помощью специалистов. Вот. Но понимаете, и страхи, и тревожности имеют под собой основу. Страх имеет свой предмет, и тревожности имеют в своей основе предметность. Поэтому избавляться от страхов и тревожности в прямом смысле этой фразы нельзя, потому что и тревожности, и страхи, это то, что составляют тело вашей личности, психологическое такое тело, если угодно, вашей личности. И избавиться от страхов, значит, избавиться от самого себя, что, безусловно, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это нежелательная история. Вот. Я думаю, что вряд ли это то, что вы хотели бы. Вот. Поэтому я думаю, что очень важно определить, что вам непосредственно, что вас непосредственно, точнее, беспокоит. Вот. И после этого уже взаимодействовать непосредственно с этим. Ну, например. 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 Если мы говорим о страхах, то это зачастую наши немножечко инверсированные желания. Иногда немножко, иногда множко. Вот. Инверсированные желания. То есть запрещенные, обращенные против нас самих. И это, безусловно, очень тяжело для человека. Это тяжело переживается с человеком. Это, на самом деле, очень трудно. Очень трудно это переживать. Человеку. Вот. Тут, вообще, без каких-либо оговорок. Вот. Но, вместе с тем, это желание естественное. Это желание нормальное. Это желание, оно, вполне имеет место быть. И вы хотите, по сути, от него отказаться. Просто потому, что вам оно непонятно. Например. Ну, или, там, по другим причинам. Да. Тут особо, в принципе, не важно. Вот. Соответственно, в этом направлении вам и нужно двигаться. Что касается, то есть направлений идентификации своих желаний и конструктивного их удовлетворения. Что касается, значит, тревог. Что касается тревоги. Тревожности, точнее. То в контакте тревожности, можно сказать, что это определённые изменения, происходящие в вашей жизни. Например, это определенные изменения, происходящие в вашей жизни, на которые вы не обращаете внимания, то есть, которые вы игнорируете по той или иной причине. И, соответственно, изменения требуют адекватной реакции, изменения требуют адекватной обратной связи, а вы этого не даете, вы этого не делаете, и, соответственно, возникают такие вот сложности, такие вот проблемы. Вот, и в результате этого, опять же, человек получает негатив, человек получает беспокойство, человек получает переживание, человек получает постоянное нервное напряжение, ну, нервное психологическое напряжение. Постоянно. Вот. Поэтому, тут вот такая история, и, соответственно, вам необходимо, вам именно необходимо посмотреть, что изменилось в вашей жизни, посмотреть, что произошло именно вот, ну, именно в вашей жизни, такого, что вы проигнорировали, такого, на что вы не отреагировали в достаточной степени, в достаточной мере. И, изменив это, вы сможете тревожности избежать. То есть, тревожность, грубо говоря, это то, на что вы когда-то закрыли глаза. Приводит это то, к чему вы не выработали отношения, ну, так или иначе, так или иначе, в той или иной степени отношения. Какого бы то ни было. Вот. Я думаю, я думаю, что это то, как вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Обрат у вас получился коротенький. Обрат у вас получился очень не информативный. Вот. Поэтому, я думаю, что при более полном разборе вашего ну, ну, вашего вопроса при более полном разборе уже можно будет что-то говорить. Уже можно будет что-то, ну, что-то более конкретное. Вам рекомендовать. Вот. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если вам он понравился, то я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи. Удачи. Удачи.